Второй сезон Ведьмака от Netflix. Есть ли за что его вообще любить? Я задал себе этот странный вопрос сразу после того, как немного улеглись мои негативные эмоции после просмотра. И вдруг я обнаружил, что да, в сериале есть и положительные элементы. И о некоторых из них я уже рассказывал в нашем обзоре. Да, в Ведьмаке от Netflix есть несколько очень хорошо переданных сцен. Есть харизматичные персонажи и забавные моменты. Есть Диэкстра, что важно такой, каким и должен быть Диэкстра. Конечно же, общего мнения о сериале я не изменил и менять не намерен. Я все еще считаю творение Netflix однозначно плохим и неуклюжим. Однако пинать мне его больше не хочется. А потому давайте сконцентрируемся на хорошем. Это будет последнее наше видео, посвященное второму сезону сериала Ведьмак. Так что давайте расстанемся с произведением Лорен Хисрич на хорошей ноте. По крайней мере до следующего сезона. В конце концов, хейтить его проще всего. А чтобы найти бриллиант в тонне дурнопахнущей субстанции, надо приложить намного больше усилий. Сегодня я представляю вам самое лучшее, что есть в сериале Netflix. И это отсылки. 13 крутых отсылок на книги Пана Сапковского, славянскую мифологию, события недавнего аниме и, что самое главное, игровую трилогию, которую мы все любим и ценим. Все эти отсылки есть во втором сезоне Ведьмак от Netflix. Все они радуют и греют сердце. Так почему бы о них не рассказать? Всем привет, вы смотрите канал XDelayed. Перед началом мы, как всегда, благодарим за поддержку наших патронов под предводительством Crack New, Mr. Zura, Stainless Steel Snake, Evo Vs и Sobi. Благодаря этим людям, контент по Ведьмаку на нашем канале выходит каждую неделю уже в течение целого года. Запасайтесь горячим чаем, ведь на улице зима. Мы же представляем вам 13 крутых отсылок из второго сезона сериала Ведьмак от Netflix. Аксий и Платва Первая серия сериала Ведьмак, в принципе, очень хороша и атмосферна. Невелены вериенно прекрасны, а их история действительно цепляет. Впрочем, кроме этого, душу греют и отсылки к играм студии CD Projekt Red. Первая из них уже в самом начале, на 15-й минуте сериала. Когда Геральт вместе с Цири путешествуют лесами близ обиталища Невелена, лошадь Геральта, верная Платва, беспокоится и упрямится. Она чувствует что-то неладное. Геральт же в ответ на это успокаивает ее знак Аксий. И это прямая отсылка к механике игры Ведьмак 3 Дикая Охота, где Геральт также может успокаивать Платву Аксием, когда та напугана монстрами. Также стоит вспомнить момент в середине первой серии, где Геральт разговаривает с Платвой, как будто бы ожидая, что она даст ему ответ. Это может быть отсылка на квест с говорящей Платвой в том самом третьем Ведьмаке. Ну, если честно, здесь я не уверен. В конце концов, в первом сезоне он тоже с ней болтал. Ну, в любом случае, такие элементы очень приятно наблюдать. Фледдер из Ведьмак 3 Дикая Охота В той же серии мы получаем еще одну отсылку на игровую вселенную Ведьмака. Когда Брукса Вериена превращается в свою форму вампира, она выглядит точь-в-точь как Фледдер из игры CD Projekt Red. И это именно что отсылка, так как, согласитесь, вампирскую форму Вериеня могли дать любую, и никто бы не обратил особого внимания. Опять же, мелочь, а приятно. Диалог Геральта и Невелена Первая серия сериала содержит в себе не только отсылки на игры, но, как мы уже упоминали, очень хорошо реконструирует книжную историю Невелена. Если, конечно, смириться с тем, что в нее добавили Цири. Именно потому эта серия получилась хорошей. Хотя, опять же, чувствуете градус безумия. Мы хвалим сериал по книге за отсылки к этой книге. Ну да ладно. Еще одна отсылка из нашего списка, тоже прямиком из этой серии. Когда Геральт отрубает Вериене голову, а с Невелена спадает его проклятие, между исцеленным монстром и Ведьмаком происходит диалог. И Геральт говорит в нем на 90% точную цитату из книг Пана Сапковского. Вот это цитата. Согласитесь, очень приятная и сильная сцена, за которую авторам сериала большое спасибо. Стоит отметить, что в течение сериала персонажи еще несколько раз разговаривают очень похожими на книжные диалоги цитатами. И эти моменты качественно выделяются на фоне остального повествования. Отсылки к аниме. Такс, после первой серии, сериал Ведьмак лично для меня стал значительно хуже. Отсылок же я стал находить все меньше. Но, тем не менее, в отсутствии отсылок на книги и игры, я нашел множество отсылок на аниме Кошмар Волка от той же студии Netflix. Конечно же, то аниме мало связано с каким-то каноном. Но, тем не менее, как просто аниме, в отрыве от оригинальной вселенной, Кошмар Волка был хорошим произведением. Так что, почему бы о нем не вспомнить? Вообще, Кошмар Волка стал основой для новой вселенной Ведьмака, которую создают на Netflix. Лор этого произведения – фундамент, на котором строятся законы мира Лорен Хисрич. Так, например, в Каэр Морхене Весемир вспоминает Деглана, персонажа из аниме, который был его наставником. А еще мельком вспоминаются ключевые события разорения Каэр Морхена из того же аниме. Учитывая, что отдельно от вселенной Ведьмака аниме Кошмар Волка мне понравилось, увидеть отсылки к его событиям было приятно. Отсылки в Каэр Морхене Но на аниме мы долго концентрироваться не будем, ведь все же это абсолютно отдельно от оригинала история. Потому давайте вернемся к отсылкам из книг и игр. Во второй и третьей серии эти самые отсылки сконцентрированы в Каэр Морхене. Пожалуй, стоит их перечислить. Первое – это вид самого Каэр Морхена. Крепость Ведьмаков на общем плане выглядит точь-в-точь как в игровой вселенной. Сравнивая кадры из игр и сериала, мы только в этом убеждаемся. В самой крепости проходят тренировки Ведьмаков на различных тренажерах. Например, Геральт передвигается по срезам забитых в землю столбов, тем самым тренируя ловкость. Точь-в-точь как в кадрах из третьей части игровой истории, разве что намного более медленно. Та же Цири изначально тренируется на сломанном манекене. И в этой тренировке тяжело не уловить отсылку на игровую историю, где мы видели ту же Цири, тренирующуюся на том же манекене в воспоминаниях Геральта. Иногда кадры буквально повторяются, так что это явная отсылка на игры CD Projekt Red. Ненавижу порталы Маленькая отсылка, от которой я правда подпрыгнул от восторга, нашлась в четвертой серии сериала. В ней Трис хочет переместить Геральта к эстраду через портал, а Геральт говорит свою знаменитую фразу «Ненавижу порталы». Проходя игры серии Ведьмак, можно неоднократно слышать о ненависти к порталам из уст Белого Волка. Ненавижу порталы. Эту же фразу он не единожды произносит и в книжной саге. Судя по истории Сапковского, у Геральта имеется небольшая фобия, связанная с увиденным в течение жизни. Однажды Ведьмак наблюдал, как через вроде безопасный портал пролетела только половина путешественника. Вторую половину так и не нашли. Он знал о нескольких случаях, когда люди заходили в порталы и больше их никогда не видели. Неприятные истории, согласитесь. В сериале Netflix, когда Ведьмак прибывает к эстраду, он, выходя из портала, какое-то время пытается отдышаться и просто садится на стульчик. Испытывает стресс. Это явный намек на то, что ему было не очень-то приятно. Достаточно каноничная и узнаваемая фанатами реакция Белого Волка. От порталов к дорогой подруге. Переносимся в шестую серию, где встречаем еще одну веселую отсылку для фанатов книжной саги Анджея Сапковского. В момент встречи Геральта и Йеннифер, когда они целуются, а в комнату входит Цири, чувствующая неловкость Геральт, говорит, что Йеннифер – это его дорогая подруга. И это обращение – отсылка на книжные события. Причем ситуация там еще забавней. Вот вам краткий экскурс. По книгам, после того, как Чародейка и Ведьмак закрутили роман, а потом Геральт бросил Йеннифер, они не виделись несколько лет. И представьте себе, когда Геральту понадобилась помощь Йеннифер в воспитании Цири, он написал Чародейке письмо. Он не знал, как обратиться к своей бывшей, которую он еще и нагло бросил несколько лет назад, но к которой до сих пор испытывал чувства. Перебрав разные варианты, Геральт обратился к Йеннифер как к дорогой подруге. Конечно же, это Чародейку взбесило, и она очень круто затроллила Ведьмака в ответном письме. Да так что тому осталось от неловкости только чертыхаться. А вот укороченная версия того самого письма из книг. Дорогой друг, меня чудовищно обрадовало твое неожиданное письмо, полученное всего лишь через неполных три года после нашей последней встречи. Радость моя была тем безмерней, что на каждом углу трепачи гудели о твоей неожиданной и бравурной смерти. Ты правильно поступил, решив опровергнуть сплетни. Так же хорошо, что сделал это настолько скоро. Меня тронула твоя неожиданная забота о моем здоровье, которую ты, дорогой друг, соизволил проявить. Спешу известить, что я действительно чувствую себя уже хорошо. Период недомогания позади, я разделалась с хлопотами, описанием которых не хочу тебя утруждать. Будь спокоен, дорогой друг. А если ты уж собрался обратиться за помощью к другим чародейкам, не делай этого, ибо нет нужды. Я постараюсь оказаться не хуже иных дам, к которым ты уже обращался, обращаешься, либо намерен был обратиться с покорными просьбами. Как-никак, я ведь твоя дорогая подруга. Мне слишком дорога твоя дорогая дружба, чтобы я решилась подвести тебя, дорогой друг. Ибо это может дорого обойтись всем нам. Если в течение ближайших нескольких лет ты пожелаешь написать мне, не колеблюсь ни минуты. Письмам твоим я неизменно рада. Да, Йеннифер из книг была крутой. И для этого ей не надо было сжигать нельфгардское войско, используя какое-то фантастическое могущество. Ну да ладно. Чучело-единорога В том же эпизоде сериала, в разговоре Геральта и Йеннифер, можно услышать еще одну забавную отсылку. Когда Цири спрашивает Йеннифер о единорогах, чародейка утверждает, что единороги существуют. Йеннифер говорит, что у нее даже когда-то было чучело, но оно якобы сломалось при странных обстоятельствах. Данный диалог – тоже отсылка на книжные события. В книгах несколько раз упоминается, что однажды Геральт и Йеннифер использовали чучело-единорога как ложи для плотских утех. Да, ведьмак и чародейка любили разнообразие в интимной жизни. Так они то чучело и сломали. Эта сцена стала буквально легендарной, и, конечно же, без нее не обходится ни один эротический фанфик про Геральта. Отсылки на это есть и в игровой вселенной. Короче говоря, легендарный момент, и про него просто обязаны были вспомнить в сериале. Вилка, ложка, ножик в глаз Опять возвращаемся к отсылкам на игры, и тут у нас целая сцена, которую постановщики из Netflix одолжили у своих коллег из CD Projekt Red. Я имею в виду сцену из сериала, в которой Фрингилья Вига убивает нельфгардских генералов. Чародейка подмешала в медовуху командирам паралитический яд. Когда те напились и застыли парализованные, она спокойно убила их всех. Одного из генералов особенно изощренно. Фрингилья буквально засунула ему в глаз нож аж по рукоятку. Невероятно похожая сцена была в дополнении Каменные Сердца для игры Ведьмак 3 Дикая Охота. В той сцене демон Гюнтера Дим тоже парализовал всех в комнате, но только не с помощью яда, а остановив само время. Потом Гюнтер убил человека, засунув тому в глаз ложку. Сцены в сериале и игре невероятно похожи, практически идентичны. Так что это явная отсылка. Ну или просто кража идеи. Мы же, пожалуй, будем верить в лучший вариант. Как съезжать с гор в сапогах Очень крутая и веселая отсылка на игры встречается в седьмой серии сериала, когда Геральт и Лютик пытаются помириться после долгого расставания, которое случилось в результате ссоры. Когда Лютик рассказывает Геральту, почему на него обиделся, он говорит «Ты оставил меня в горах, Геральт? Мои сапоги вообще видел? Вот представь, что мне пришлось съезжать на них до самого Каингорна». И эту отсылку поймет каждый, кто хотя бы однажды играл в третьего ведьмака. В игре есть очень интересная и смешная механика. Когда Геральт взбирается на какую-то гору или просто возвышенность, но не может оттуда упасть, он в соответствии с правилами игры просто съезжает на своих сапогах, словно на лыжах. И этот самый съезд с вершины до подножия горы может быть очень долгим. Эта смешная механика стала для сообщества настоящим мемом. Геральта не раз признавали лучшим лыжником года, которому даже лыжи не нужны, а о прочности его сапог ходят легенды. Отсылка 10 из 10. Избушка на курьих ножках Наверняка других, менее заметных отсылок на игры в сериале Netflix можно найти еще много. Но давайте вспомним и про отсылки на славянскую мифологию, которая тоже присутствует в творении Лорен Хисрич. Самая явная из них – это избушка на курьих ножках. Стоит ли мне хоть что-то объяснять? Я думаю, нет. Об избушке на курьих ножках знает каждый житель стран постсоветского пространства. Наверное, сказка про Бабу Ягу у нас одна из самых популярных. Причем в сериале у нас не только избушка на курьих ножках, но и поговорка. Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Прямиком из детских сказок. В сериале же она используется как настоящее магическое заклинание. Заклинание Бабы Яги. Да, в сериале вместо Бабы Яги в избушке на курьих ножках живет древняя мать, демон Волит Мэйр. Но в фильме о фильме в своих комментариях создатели подтвердили, что прообразом Волит Мэйр была именно Баба Яга. И это очень приятно, ведь показывает, что наша мифология ничем не хуже западноевропейской или скандинавской. А может даже лучше. И она также сильно захватывает сердце западного зрителя, как и наши с вами. В ней огромный потенциал. Также в сериале вспоминается имя Чернобога, древнего славянского божества. Но этим именем наделили какого-то недотрансформера. Так что мы вспоминаем о нем лишь мельком. Магия огня Далее подбираемся к одной из ключевых отсылок на книги Пана Сапковского, а именно моменту с потерей магии чародейкой Йеннифер. Да, в книгах Йеннифер никогда не теряла силу. Но зато Цири... Цири как раз таки использовала огонь как источник силы. И именно из-за этого она потеряла возможность пользоваться магией. Огонь ее чуть не убил. Данную историю в сериале перенесли на Йеннифер. Но в любом случае, каждый фанат вспомнит ее книжную версию. Критиканы-идиоты Ну а последнее в этом топе. Пасхалка на... Пасхалка на меня, на вас, если вы тоже не в восторге от творения Лорен Хисрич. Короче, на всех тех, кому не понравился сериал от Netflix. Да, сценаристы смеются над всеми критиками прямо губами персонажей. Так, когда в четвертой серии Лютик пытается уговорить Стражника пустить его на корабль, Стражник рассказывает Лютику, что ему не нравятся его песни. Говорит, что песни Лютика это не шедевр, что ход с разными временными линиями это отстой и непонятно, что происходит. Говорит, что в песнях Лютика куча штампов, а также что сюжетные повороты он разгадал с самого начала. Ничего не напоминает. Именно первый сезон Ведьмака все ругали за временные линии, за огромное количество штампов и нелогичности, а также за очевидные сюжетные повороты. Так что аналогия тут довольно ощутима. Шах и мат критикам, которые просто не могут понять настоящих творцов. На самом деле этот момент достаточно забавный. С него как минимум можно улыбнуться. В итоге в Ведьмаке от Netflix можно найти хорошие моменты. Это все еще ужасный сериал с моей точки зрения, хотя может я просто зануда и сноб, но он все равно привлекает к франшизе новую аудиторию. И уж точно делает огромный вклад в ее развитие. В ближайшее время именно сериал будет давать нам новые поводы гореть, смеяться и плакать в течение следующих своих сезонов. Так что хотя бы за это ему спасибо. Также спасибо и вам, наши дорогие зрители, за каждый лайк, каждую подписку на канал и каждый комментарий, который вы оставите под этим видео. Как вам Ведьмак от Netflix? Понравился ли? И какие отсылки мы пропустили? За поддержку этого выпуска мы благодарим наших патронов. Крэк Нью, Грокош, Ермаклис, Риннинган, Данеллюс, Рекс Джеди, Докфайр, Мистер Зура, Стейнлес Стилснейк, Эва Виес, Мина, Тимур Лаврик, Джигл, Юра Шемрак, Фараверта, Девоушен, Соби и Олечка Иванова. Спасибо, ребят! Благодаря вам мы можем делать свои видео по великолепной вселенной Ведьмака. Также спасибо всем, кто досмотрел до конца и до скорого. На наш канал возвращается оригинальная книжная и игровая вселенная. Субтитры создавал DimaTorzok